Тольятти в деталях Как кризис превратить в точку роста? Руководство от психолога по правильной сдаче экзаменов для наших зрителей. Сочетание пластики и акробатических трюков, зрелищности и свободы движения студия «Брейкданс» зажигает в нашем эфире. Оставайтесь с нами, будет интересно. Если звезды зажигают, значит, кому-то это нужно. В эти выходные театр-студия «Академия» провела большой театральный фестиваль «Движение звезд». Он уже стал ежегодным. Как любительскому театру удается держать такую высокую планку? Чем так притягательна сцена? И какой фейерверк эмоций получают зрители? Покажем и расскажем подробно. Держится в каком времени быть? В этом геразится. Все дети талантливы. Четвертый Всероссийский театральный фестиваль «Движение звезд» ежегодно доказывает это на практике. Увлеченные театром ребята со всей страны собираются вместе, чтобы выступить на сцене со своими спектаклями, посмотреть работы других студий, а также принять участие в мастер-классах, творческих встречах с профессиональными актерами и режиссерами. Тольяттинская театральная студия «Крылья» уже третий год принимает участие в фестивале «Движение звезд». Да, рост виден очень большой. Фестиваль набирает такие обороты, но и судейство более строгое становится. Поэтому побеждать становится все труднее, но тем самым и интереснее. Поэтому есть куда расти. Да, просто жюри, респект, обожаю. Их каждое слово ловим и записываем. В жюри профессионалы своего дела. Ольга Рябова, преподаватель театральных дисциплин, училища культуры и искусств, лауреат международных и всероссийских фестивалей. Александр Фукалов, главный режиссер драматического театра имени Островского города Екатеринбург. Михаил Спутай, артист драматического театра «Колесо». 23 спектакля за два дня. 10 театров из Москвы, Самары, Димитровграда, Кенель-Черкасск и, конечно же, Тольятти. Все юные актеры выступили очень достойно. Каждый спектакль имел свой особенный индивидуальный стиль. Ребята смотрели работы своих ровесников, перенимали опыт, с большим удовольствием общались и делились друг с другом положительными эмоциями. В этом году мы провели четвертый фестиваль и очень благодарны тому, что многие театры к нам возвращаются. Для нас и для организаторов это самое ценное. Доверие от наших театров, которых нам приезжают. Спасибо им. От рада лишь познать, что не надо, ссориться по пустякам. В этом году мастер-классы были посвящены театральному костюму, реквизиту, умению актеров работать со сценическими декорациями. Фестиваль – это уникальное время, место. И спасибо Ольге Анатольевне Изотовой, которая занимается святым делом. Она организовывает такой праздник для детей, для родителей и занимается тем делом, которое сейчас очень необходимо нашей стране, нашему городу, да и всем нам, всем людям. Поэтому спасибо за такой прекрасный фестиваль. Организаторы фестиваля «Движение звезд» большое внимание уделяют сплочению театральных коллективов и педагогов. Умение работать в команде, слышать и понимать друг друга – незаменимые качества в театре. И главная цель фестиваля как раз в этом. Восторг у юных театралов вызывают игры на сплочение. Например, «Морская», которая состоялась в красивом месте на берегу Волги. Очень понравилась ребятам классная вечерняя дискотека на уличной эстраде пансионата «Звездный». Ведущими были актеры театра «Академия». Великолепные холодные фонтаны на танцевальной программе – подарок детям от депутата городского округа Тольятти Натаниэля Папурина. «Я сегодня на этой сцене не только как официальное лицо, но и как воспитанник театральной студии. Чтобы во всех проектах было вдохновение обязательно. Дорога Анатольевна, это вам. Спасибо вам большое за поддержку, за помощь». «Какое впечатление от фестиваля?» «Стут фестиваля!» «Просто!» «Шикарно!» Праздник состоялся, а все участники фестиваля уже ждут его продолжения. Ведь в следующем году у него уже пятилетний юбилей. Остается пожелать яркому чудесному проекту новых творческих побед и успехов. Да, для тех, кто посетил этот фестиваль, выходные прошли очень увлекательно. Не менее увлекательными они были для тех, кто посетил Ночь музеев. 18 мая в музеях и картинных галереях нашего города состоялось множество увлекательных мероприятий, мастер-классов, флэш-мобов. Тольяттинцы приходили целыми семьями в музеи с утра и до поздней ночи. Тем более, что тема этого года – из поколения в поколение семейные реликвии. Как же прошла Ночь музеев в Тольяттинском краеведческом? Музыка, танцы, игры, мастер-классы, выставки и даже пешеходные экскурсии. Нестандартный творческий подход организаторов, активность горожан. Все это запомнится надолго. Субтитры создавал DimaTorzok Музей – отличное место для самообразования и поиска новых знаний. А конец мая, начало лета – самое жаркое время для школьников и студентов. Экзамены, зачеты, контрольные. И особенно тревожно, конечно, выпускникам и их родителям. Куда поступать? Как не провалиться на экзаменах? Как мобилизовать свои внутренние силы на достижение максимальных результатов? Узнаем у нашей гости. У нас в студии психолог и психотерапевт Мария Балашова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, рассказывайте, ЕГЭ на носу. Как нашим дорогим выпускникам вообще настроиться на успех? Это же такой стресс, да? Вы работаете с такими вопросами? Расскажите. Да, конечно, я работаю с такими запросами. И буквально в прошлом году ко мне обратилась мама, которая очень сильно переживала за собственного ребенка. И скорее даже больше, чем он сам. Потому что у них уже был опыт того, как тревога повлияла на сдачу экзаменов в девятом классе. То есть он... А там уже был одиннадцатый класс, да? Да, там был одиннадцатый класс. И они как раз готовились к сдаче ЕГЭ. Благодаря нашему тандему получилось проявиться своими знаниями. И там, где тревога не помешала ему это сделать. Но он справился с эмоциями, да? Он им не поддавался, получается. И занимался делом. Но учился контролировать их, скорее. Да, контролируем. Вы правильно сказали, что перед экзаменом волнуются не только дети, но и взрослые. И взрослые даже зачастую больше волнуются. Как не впадать в это состояние? Родители, да, волнуются? Да, да, да. Волнуются родители. Как себя, да, сдерживать в этом? Да. На самом деле методик достаточно много. Их большое количество в сети интернет. Благо у нас сейчас есть к этому доступ. Вот. И я бы сделала, конечно, акцент на том, что родители иной раз переживают гораздо сильнее, нежели чем их дети. А это точно влияет на то, как чувствует себя ребенок. Когда ко мне приходят с запросом именно успешной сдачи экзаменов, первично я всегда беседую с родителями. Потому что, что я вижу, они придают эту сверхзначимость данным экзаменам на уровне того, что если ты не сдашь экзамен, то твоя карьера закончится, не успев начаться. И, конечно, это то, что приводит к стрессу непосредственно их детей. Ну, это то, что они транслируют дома. А нам очень важно создать для ребенка поддерживающую атмосферу, там, где он сможет успокоиться. И, знаете, такой момент, то, что вы можете сделать для своего ребенка, это сказать ему о том, что неважно, даже если ты не сдашь экзамен, или ты его сдашь плохо, ты в любом случае останешься для меня ребенком, которого я люблю. Любимым, да. Которого я буду поддерживать. Что бы ни случилось, и мы вместе с тобой найдем пути решения этого вопроса. И не будем забывать, в современном мире достаточно большое количество курсов, где в течение года ты можешь приобрести точечную какую-то профессию, которую уже тебе будет приносить определенный заработок. И это то, что мы можем сделать для наших детей. Но все-таки по поводу методик, которые есть, некоторые опишу из них. Например, мне очень нравится медитация. Она на самом деле очень простая, она в доступе, но максимально эффективная. Потом еще один инструмент, тоже очень доступно, но максимально эффективно. Это глубокое дыхание, где вы практически первично в принудительном порядке ставите таймер на 2-3 минуты и учите свой организм дышать. Если вы это будете делать на протяжении месяца, с какой-то периодичностью, вы сами удивитесь, как в какой-то момент, попав в ту или иную ситуацию, тревоги, стресса, ваш организм начнет автоматически делать глубокое дыхание. И вы достаточно быстро... И успокаиваться тем самым. И вы достаточно быстро успокоитесь. Еще один инструмент, тоже очень доступный каждому из нас, это физические нагрузки. Ввиду того, что когда у нас стресс, вырабатывается гормон кортизол, и вот тестостерон его очень хорошо нейтрализует. А если вы это еще приправите правильным питанием, то никакие экзамены вам не страшны. Но на самом деле, если вы возьмете хоть что-то из тех рекомендаций, которые я сегодня дала, и начнете делать. Вы знаете, у меня есть такая фраза, она мне очень сильно помогает. А думать не работает. Работает делать. И вы можете это прям распечатать, я не знаю, повесить себе на холодильник такую напоминалку о том, что мы бесконечно думаем, но практически ничего не делаем. А очень много доступных инструментов, где вы можете помочь и себе, как родителю, и ребенка поддержать. Правда, в непростой для него период. Они, правда, очень сильно стрессуют. Иной раз они придают такую сверхзначимость этому экзамену, что не сдав который, готовы лишить себя жизни. Ну, известны такие случаи, да? Пишут периодически про это. Да, и это очень страшно. Это прям, правда, очень страшно. И мы с учениками, студентами вырабатываем стратегию управления стрессом, ищем внутреннюю мотивацию для успешной сдачи экзамены, и в том числе работаем над тем, чтобы ученик или студент чувствовал себя достаточно уверенно. Ну, вот ЕГЭ мы сдали. Первая волна прошла. Теперь надо понять, куда же устроиться мне дальше, что делать, да? Какие-то тесты, методики, чтобы выявить, вот к чему предрасположенность есть у ребенка, как здесь быть? О, здесь обязательно надо... Тут помощь психолога имеет очень большую ценность. Раньше такого не было. Например, когда я была в своих внутренних смятениях, вообще непонимание того, куда идти, зачем идти, кем работать. И в тот период, кстати, очень были модные профессии, такие как юристы-экономисты. Вот все в большом количестве поступали и выбирали именно эти направления. А мне просто повезло. Случайным образом попала в центр семья волонтером. Мы разбирали книги, их привезли в большом количестве, расставляли по полкам. И тут рядом со мной оказался психолог, который там непосредственно работала. И я поделилась своими внутренними переживаниями, что от слова совсем не понимая, куда идти, кто я, что я, зачем я, про что я. Вот. И она мне дала тесты профориентации. Тогда не было интернета, тогда не было ничего в доступности. У меня даже компьютера не было. Она мне дала эти бумажные варианты, я принесла домой, что-то там позаполняла. Мы с ней, спасибо ей огромное, на самом деле, встречались где-то три или четыре раза и смогли определить мои сильные качества, мои таланты, так сказать, мои внутренние личностные характеристики, где я могла бы быть достаточно успешной. И это точно не совпадало ни с экономистом, ни с юристом, а еще я впечатлила с ее работой, ее деятельностью и выбрала для себя профессию психолога. И ни минуты об этом не жалею. Безумно ей благодарна, что она мне в этом помогла. Психолог может именно поддержать в плане того, что это абсолютно естественно, когда мы метаемся, когда мы не знаем, кем, куда, зачем. Выявить его личные характеристики, определить его таланты и вместе с ним выбрать направление. Как правило, это не одно какое-то единственное направление, их может быть несколько, но он уже будет с большей уверенностью в себе, в своих внутренних силах идти в данную профессию. И в любой профессии, если вы на своем месте, то успех неизбежен, потому что вы реализовываете свой потенциал. К сожалению, сейчас мир устроен таким образом, что большая часть людей не находится на своем месте. Я не знаю, наверняка видели тех кассиров, которые сидят в магазинах, вот и прям чувствуется, если человек на своем месте, она с хорошим, прекрасным настроением пробивает нам эти продукты, желает хорошего дня, там, и с ней приятно. На самом деле очень важно, насколько данная профессия меня будет удовлетворять. Видимо, ей тоже попался тот тест когда-то в свое время, как и вам. Нашелся нужный человек. Похоже, либо она просто интуитивно туда попала. В общем, я каждому рекомендую хотя бы взять, допустим, это может быть одна консультация, но окей, если у вас нету средств на специалистов, опять же, сейчас огромное количество инструментов в зоне доступа. Очень много тестов, определяющих ваши характеристики. Единственное, нюанс, они могут быть не очень точны ввиду того, что мы проходим эти тесты своим мозгом, как неким представлением о себе, а оно может не биться с тем, кем я являюсь на самом деле. И вот в этом отношении, конечно, психолог очень полезен. Классно. Мария, а что делать в ситуации, когда родитель говорит, мой ребенок не хочет учиться, ему это неинтересно, он может быть ленивый в этом отношении. Спросить у ребенка сначала надо, а то, может, ребенок, родитель ошибается, да? Ну, не знаю, стоит ли мотивировать на обучение ребенка? На самообучение в частности, да? Мы не только говорим про масштабное обучение школы, института, а вот к чему-то еще проявлять интерес. Как мотивировать? Вы знаете, на самом деле, вот этот вопрос о том, я его встречаю достаточно часто, мой ребенок ничего не хочет. Для меня это звучит страшно, ввиду того, что ребенок сам по себе любознательный. То есть, это то, что встроено в него автоматически. Познание этого мира с любопытством, интересом. Ну, наверняка, помните, да, ребенку два-три года он залезет буквально в каждый шкаф, там, на каждую полочку, ему все везде интересно, выходя на улицу. И что тогда происходит с ребенком, что попадая в атмосферу, в школьную атмосферу, он теряет этот интерес, он теряет это любопытство. Ну, может быть, он хочет познать, что такое ничего не хотеть? Ничего не хотеть, это депрессия. Это наша базовая потребность познавания мира в разных областях, и в том числе в учебном процессе. И я думаю, что, скорее всего, тут одна из причин связана с тем, что он просто не понимает. Он просто не понимает предмета, он просто не понимает, что от него хотят. И ему некому обратиться за помощью, поддержкой, потому что, приходя домой, например, от него могут требовать уже каких-то результатов, абсолютно не проясняя того момента, что он понял, что он узнал нового. Кстати, у меня с ребенком есть прям такой вопрос. А что ты сегодня для себя узнал нового в школе? И тут очень важно увидеть, что с ребенком вообще, в принципе, происходит там, да, где его базовая, на самом деле, мотивация к любопытству и познанию данного мира. Это первый аспект. А второе, мы, правда, можем мотивировать, поддерживать, скорее, эту мотивацию. Не мотивировать, когда ее нет, а поддерживать эту мотивацию разными способами. Есть материальные и нематериальные инструменты. Кому что подходит, и, правда, в этом дети очень разные. Кому-то нематериально, это, не знаю, там, доска почета, медалечки, где мы указываем то, чего он достиг, например, за эту неделю или за этот месяц. И он, правда, будет очень горд с собой. И в том числе это разные поддерживающие слова, там, где мы хвалим ребенка за его достижения. А есть материальные поддерживающие моменты, тогда, когда мы договариваемся, например, о карманных деньгах или о купленном велосипеде через какое-то время, компьютере, подарок. И тут очень смотрите на своего ребенка, что подходит лично ему. Но если ничего не работает, мы его поддерживаем, мы с ним разговариваем, мы пытаемся с ним разобраться в этих предметах, которых он не понимает. И все равно, вот как будто бы, знаете, он правда ничего не хочет. Я верю, верю. Ему ничего не интересно. И тут, конечно, обратитесь хотя бы единожды к психологу, к специалисту, потому что я сейчас встречаюсь с тем, что есть депрессивный компонент уже. Уже в детстве, да? Даже в таком возрасте. И мы это корректируем медикаментозно. Этого не стоит бояться. Там абсолютно такие подходящие средства для ребенка. Но это точно то, что ему вернет вот это вот желание к жизни. Радость жизни, да. Радость жизни, желание, что абсолютно естественно, да, и поможет ему в учебном процессе. И в том числе поможет родителям, потому что, конечно же, родители очень сильно переживают за этот процесс. Я думаю, что ситуация может знать, как складываться, что это нереализованная амбиция самого родителя. Они отдают ребенка в футбол или в музыкальную школу, а дети этого вообще не хотят. Может быть, мальчик хочет играть, да, там, на барабане, а не бегать с мячом. А родители говорят, он не хочет заниматься футболом. А он и не хочет, да. Позвольте ему не хотеть этого. В общем-то, отправьте его туда, куда он сам хочет. Позволить ему выбирать. Да. Да, спасибо большое. Это, да, очень частая история. Ну так, ты на первом уровне уже психолога, я смотрю. Вообще разбираешься. Бое мне надо. А, ты рулишь там вообще. Вот с чем чаще всего еще к вам обращаются? С какими запросами? На самом деле, ко мне очень часто обращаются люди с непониманием того, чего они хотят. И это в том числе касается их профессиональной деятельности. Но это те, кому уже лет 30. И вы знаете, они даже говорят о том, что я не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту. Ну, то есть, есть у нас такой юмор. Вот. И это уже скорее не юмор, а как наша такая реальность, что тоже получилось так, что пошли, получили образование, потому что это было престижно, модно, родители сказали, там, да. Единственный бюджет, который оставался. Вот именно. Вот именно. Проходил туда на бюджет, и все. Вот по поводу бюджета, вы знаете, я получила базовое образование, я стала работать, и, наверное, первые лет 7 точно все деньги, которые я зарабатывала, практически я инвестировала в свое повышение квалификации, чтобы получить инструменты, которые, ну, реально работают. Так что, я думаю, что бюджет тут не имеет значения, если ты точно знаешь, что ты хочешь, кем ты являешься, там, да, и можешь приложить к этому усилия, ну, и, соответственно, хочешь прикладывать к этому усилия. Еще ко мне обращаются запросами такой стратегии развития, получается, решения тех или иных конфликтов в семейных отношениях. Очень часто сейчас слышу запрос депрессивно-апатичные состояния, панические атаки. Ну, и на самом деле, я буду очень рада, если все большее количество родителей будут обращаться за консультацией к психологу, то, что касается их, их, то, что касается их деток, да, их профориентации. Для меня это хорошая инвестиция в их будущее и, на самом деле, в будущее отношения детско-родительские в том числе. Что нужно сделать, чтобы попасть к вам на консультацию? Написать мне по номеру телефона или вы можете найти меня в ВКонтакте и сообщение там, где я отвечаю всем. Спасибо. Ваша помощь незаменима, особенно в этот непростой период для детей, поэтому, друзья, обращайтесь обязательно. Спасибо большое. Спасибо вам большое за интересную беседу. Всего доброго. Рит, вот черный, зеленый или травяной? А ты от чая, конечно же, мне нравится. Чай не пьешь, откуда силы берешь, говорят на Востоке. Я не слышал такого. И мы соглашаемся. 21 мая в календаре необычных праздников Международный день чая. Действительно, среди напитков, известных во всем мире, пожалуй, именно чай наиболее популярный. В каждой стране сформировались собственные традиции чаепития и приготовления этого волшебного напитка от японской чайной церемонии до восточной чайханы. Кстати, в России чай появился только в 17 веке. До этого пили ягодно-фруктовые взвары. А 20 мая все поволжские регионы России отмечали День Волги. По этому поводу мы устроили флешмоб в наших группах в соцсетях. Дорогие зрители, спасибо за активность. Вы прислали множество фотографий и видео с потрясающими волшебскими пейзажами. Давайте любоваться Волгой и беречь наше достояние. Редактор субтитров А.Семкин А наша коллега Яна Сирко накануне пообщалась с ребятами, для которых брейк-данс стал чем-то большим, чем просто танец. В студии Гавс Брейкерс культурного центра Автоград наши давние друзья. Сейчас узнаем об их крайних выступлениях и достижениях. Сочетание акробатических трюков, зрелищности и свобода движения. У нас в гостях представители спортивной олимпийской дисциплины брейкинг. Студия Гавс Брейкерс культурного центра Автоград. Руководитель коллектива тренер Александр Евич, действующая спортсменка Кира Неменченова и диджей команды Михаил Лабутин. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, ну расскажите нам как раз таки о том, что же такое брейкинг, чем оно отличается от других танцевальных направлений. Начнем с того, что брейк-данс и брейкинг это в целом одно и то же. С 2017 года брейк-данс стал олимпийской спортивной дисциплиной и получил такое официальное название брейкинг. Вообще, давайте познакомимся. Наша студия называется Гавс Брейкерс. В культурном центре Автоград мы базируемся. А так, в целом, к самой команде уже 25 лет в этом году. То есть, в 99-м году она была образована. И я являюсь уже третьим или даже четвертым поколением участников этой команды. Вот, соответственно, наша школа находится в культурном центре Автоград. Насчитывает порядка 50 человек. У нас дети средний возраст от 6 и до 16 лет. В основном составе вот у нас ребята это 14-16 лет. Расскажите о коллективе. Какие ребята вообще у вас занимаются? Вообще, занимаются и парни, что более привычно, но также еще занимаются девочки. То есть, в этом плане брейк-данс как и по своей сути, так и по своему направлению не имеет ограничений. Расширяет горизонт. Поэтому девочки и мальчишки у нас занимаются. Отлично. Это очень здорово. А чем отличается брейк-данс и брейкинг от других спортивных и танцевальных направлений? Уникальная особенность конкретно нашей дисциплины брейкинг заключается в том, что это симбиоз творчества, спорта и культуры. Начну, пожалуй, с культуры. Культурный аспект брейкинга это хип-хоп культура. Хип-хоп культура включает в себя рэп, диджеинг, брейкинг и граффити. То есть, все, что мы видим, слышим, это творчество проявляется именно вот так вот. Второй аспект это спортивный. То есть, спортивное направление отражено в брейкинге в том, что это постоянная практика, постоянная работа над собой, улучшение своих физических качеств, это участие во всех мероприятиях, связанные с брейком. То есть, это и выступления, мастер-классы, соревнования, чемпионаты. Вот все, что связано с этим делом, если ты здесь, значит, нужно участвовать. Даже когда сложно, даже когда тяжело. Это от спорта. Ну, а творчество это то, что позволяет каждому танцору, каждой команде выделиться на фоне всего остального. То есть, это свой стиль, своя одежда. Индивидуальность. Да, именно вот подчеркнуть свою индивидуальность, свои движения. То есть, без создания своих движений так же никуда. Ну, интересное направление, конечно. Кира, расскажи, пожалуйста, ты действующая спортсменка. Что это для тебя значит и какой у тебя режим тренировок? Ты успеваешь вообще жить как-то между этими тренировками? Ну, во-первых, это посещать каждую тренировку, на тренировке заниматься делом, потому что приходишь не просто сидеть. На самом деле, времени достаточно, даже несмотря с тренировками. Потом, это по возможности посещать большинство баттлов. На них ты набираешься опыта, узнаешь что-то новое, возможно, заводишь новые знакомства. Вообще баттлы проходят, сначала, во-первых, у них есть разные возрастные группы, там проходит отбой, каждый участник выходит, делает свой выход, судьи выставляют баллы, и затем уже по этим баллам они создают турнирную сетку. А как часто ты принимаешь участие в таких баттлах? Ну, вот, когда есть, тогда и езжу. Вообще. Интересно. Михаил, а расскажите, в чем отличие музыки для брейкданса и брейкинга от обычной танцевальной музыки, к которой как бы мы все привыкли? В первую очередь в брейкдансе гораздо более сложные ритмы, чем в классической танцевальной музыке, потому что в целом музыка для брейка родилась еще в 73-м году из как раз-таки брейков, то есть секций музыкальных композиций, в которых играли одни барабаны. И такие соло, естественно, всегда старались сделать посложнее, чтобы звучать покруче. Из этой музыки родился танец. Соответственно, ритмы гораздо сложнее, чем вот классическая танцевальная музыка. А почему вы вообще решили начать заниматься этой музыкой? Я был в команде по брейку на тот момент очень долго. Если я правильно помню, я был в первой группе, которую начал вести Саша. И, соответственно, около шести лет я на тот момент занимался брейком и получил очень неприятную травму, из-за которой мне, соответственно, врачи сказали, что брейк придется отложить на неизвестное количество времени. И я не хотел уходить из брейка, из хип-хопа, потому что для меня это уже была вся моя жизнь. Вот, соответственно, я перешел к музыке и сейчас нашел в этом себя, поэтому планирую продолжать жить в этом. Ну, надеемся, что все получится и все будет успешно. Александр, расскажите, что нужно для того, чтобы начать заниматься брейком? Может быть, какая-то особая физическая подготовка, новое какое-то чувствование музыки? Что нужно для начинающего? Я считаю, что в первую очередь главнее всего это, конечно же, желание. А желание можно получить тогда, когда ты видишь, как уже опытные люди танцуют брейк. Для этого я бы рекомендовал посмотреть на то, как проходят современные соревнования, потому что сами соревнования проходят как одно такое большое, зрелищное, интересное, захватывающее шоу. А так, в целом, если есть желание, то неважно, какой у тебя возраст, какой у тебя пол, приходи, всему научим, как говорится. То есть, конечно же, все строится на физической подготовке. Если у тебя есть сила, то горизонт движений, которые ты сможешь сделать, он, конечно, гораздо расширяется. Затем наслаивается уже чувство ритма, музыкальность, учатся движения, как и в любом виде, есть некая база движений, а потом уже идут различные ответвления. В процессе изучения этой базы каждый танцор сам определяет, какое направление ему ближе и в чем ему развиваться. А уже тренер или мастер, которого можно встретить на каких-нибудь соревнованиях или на мастер-классе, может подсказать, где конкретно ты выглядишь уникально. А есть какие-то ограничения? До какого возраста, например, можно заниматься брейк-дансом? Вообще тоже здесь все границы они в голове и если даже тебе далеко за 30, 40, 50, ты тоже можешь начать обучаться брейку, но делать это нужно как принято с головой, то есть опять же начиная с физики. То есть у нас если построен такой мышечный каркас, то пожалуйста. Интересно, интересно. Все получится. Отлично. А расскажите о ваших достижениях. Из последних это в конце 23-го года проходил чемпионат Тольятти. Наша девочка в номинации 7-10 лет заняла первое место. Также в марте были городские соревнования. там во всех возрастных номинациях наши ребята заняли призовые и первые места. Из ближайшего, что вот вообще планируется, сейчас конец мая и очень такое активное завершение учебного тренировочного года. Отчетный концерт 28 мая в культурном центре Автоград. Вот, пожалуйста, всех рады будем видеть. Также выступления на различных выпускных у школьников, а потом будем выбираться на свободные тренировки, на открытые тренировки на улице нашего города и танцевать. Интересно. В свое удовольствие и знакомить граждан нашего города с этим уникальным направлением, если кто еще не знаком. Кира, Михаил, расскажите, что вам дает брейкданс? Ну, во-первых, это, наверное, какая-то свобода. В отличие от других видов спорта, у тебя нет каких-то ограничений. Ну и плюс это команда вообще. Для меня брейкданс это уже давно полностью моя жизнь, как брейкданс, так и хип-хоп культура в целом. И если говорить про конкретно брейкданс отдельно, поскольку я уже давно не смотрю на это как на спорт, а вот просто как на хобби, я просто получаю удовольствие от танца. Я могу прийти в зал, потренироваться, потанцевать, даже, возможно, расслабиться. Это позволяет отдохнуть. А как давно вы занимаетесь? Четыре года, наверное. Четыре года. качать мы уже умеем, значит. Все, после студии я знаю, куда я пойду. Мы также знаем, что вы подготовили для нас сюрприз. Что это будет? Это будет брейк-шоу. Ну, тогда ждем с нетерпением. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А мы сообщаем еще одну хорошую новость. В базовом пакете Лада Медиа появился новый телеканал «Мы». Это развлекательно-познавательный канал, который рассказывает зрителям о том, чем живет наша страна, что формирует ее характер и культурные особенности. Люди Самое главное – это человеческий масштаб. Культура История Путешествия Мы в Дагестане Наука Технологии Дело Не побоюсь сказать, что мы стоим у истоков производства в России. Страна Это место – силы. Все это – мы. Документальные фильмы и сериалы про светительские, образовательные и развлекательные программы о культуре, истории и красоте России. Все это можно увидеть на телеканале «Мы» и, конечно же, познакомиться с людьми, которые благодаря своим идеям, талантам и мечтам творят сегодняшнюю историю России. Телеканал создан в этом году Институтом развития интернета по заказу правительства Российской Федерации. Смотрите телеканал «Мы» на 179-й кнопке в базовом цифровом пакете телекомпании «Лада Медиа». А у нас на этом все. Телеканал «Тольятти-24» Смотрите и слушайте в Телеграм, а также во всех популярных соцсетях новости, прямые трансляции, интервью, фильмы, сериалы. Телеканал «Тольятти-24» всегда самое важное и интересное это телевидение родного города. Берегите друг друга и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова